Добрый день, уважаемые коллеги! Рады приветствовать вас на площадке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Сегодня мы открываем серию наших брифингов, посвященных разъяснению послания главы государства, стержнем которой стал план инфраструктурного развития, состоящий из семи ключевых направлений. Наш первый брифинг посвящен развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Сегодня на нашу площадку мы пригласили представителей технической интеллигенции, которая расскажет о значении строительства новых магистралей и подготовке кадров для решения задач, поставленных главой государства. Сегодня у нас в гостях доктор технических наук профессор Тлео Асхат Халелович, а также кандидат технических наук профессор Ибрагим Туганбаевич Туганбаев. В первую очередь позвольте поблагодарить вас за то, что откликнулись на наше приглашение. И, Ибрагим Туганбаевич, пожалуйста, первое слово я предаю вам. Послание президента Республики Нурсултана Абешева Назарбаева «Народу Казахстан Нурлы Жол. Путь будущего» является логическим продолжением и развитием послания президента «Казахстанский путь 2050». В нем представлены план дальнейшего развития страны, намечены конкретные пути достижения этой цели и четко обозначены приоритеты и поставлены задачи, которые требуют выполнения. Согласно новой экономической политике, поддержку должны получить те отрасли, которые создают наибольший мультипликативный эффект на рост экономики и занятости. Это развитие транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфраструктур малого и среднего бизнеса. Будут продолжены также начатые программы развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства. В настоящее время перед человечеством в нынешнем веке стоят три глобальные проблемы. Это проблемы энергетика, экология и проблемы продовольствия. И как раз вот эти все три глобальные проблемы нашли отражение в послании президента нашей республики. Меня, как представителя образования и науки, особо затронули задачи, которые президент поставил именно в этих отраслях. В этой программе впервые было высказано, что в рамках программы индустриализации были определены 10 вузов по Казахстану, на базе которых будет обеспечиваться связь науки с производством и образованием и подготовка кадров для экономики нашей страны. На формирование материально-технической базы этих вузов будут выделены в течение трех лет около 10 миллиардов тенге. Это очень большие деньги. И здесь сразу возникает самая такая важная задача. Это правильно освоить эти средства, чтобы они были направлены непосредственно на подготовку высококвалифицированных кадров. И в первую очередь, я считаю, что нужно обеспечить развитие тех специальностей, которые в первую очередь будут влиять на качественный скачок, рывок нашего производства с тем, чтобы можно было вступить в программу, которая у нас есть, в тридцатку самых развитых стран мира. Для успешного выполнения подготовки высококвалифицированных кадров, как показывает мировой опыт, необходимо планомерно приступить к постепенному переходу ведущих университетов. И вот в первую очередь, вот эти десятки университетов нашей страны, они озвучены, эти университеты, постепенному переходу их к академической и управленческой автономии, создать эффективную систему поддержки студентов, переход на гарантированное государством получение молодыми людьми технического образования. Вы прекрасно знаете, что в настоящее время некоторые проблемы существуют с подготовкой высококвалифицированных кадров, особенно по техническим и по новым направлениям развития. Также вот то, что нас, как представителей Агротехнического университета, затронуло, это то, что было отмечено сохранение курса на переход на инновационные рельсы агропромышленного комплекса. Как уже указывалось, глобальная потребность продовольствий будет возрастать. И как раз будущее за созданием сети новых перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, главным образом в форме малого и среднего бизнеса. Не крупные предприятия и объединения, а вот малый и средний бизнес. Ну и здесь хотел бы сказать еще вот что. Что без развития энергетической инфраструктуры невозможно динамичное развитие нашего общества. Вы все прекрасно знаете, существует прямая корреляция между ВВП любой страны, уровнем жизни, уровнем развития общества и потреблением электрической или вообще просто энергии на душу населения. И вот как раз то, что президентом озвучено, это проложить новые линии электропередач между севером и югом, и западом и востоком. И что самое главное, это отмечено, что необходимо изыскивать или проводить исследования и определять новые источники энергии, которые можно было бы задействовать в народном хозяйстве. И здесь он также упомянул как раз по развитию возобновляемых источников энергии. Это вот как раз подготовка у нас в Астане, в Казахстане, выставки международные Экспо-2017. И здесь вот необходимо сразу же отметить, что помимо решения вот этих глобальных проблем, необходимо не забывать и не упускать из вида то, что необходимо параллельно готовить кадры для этих новых отраслей, потому что кто-то должен будет же обслуживать, эксплуатировать вот эти новые установки, новые системы. И вот это вот все должно, не должно быть разрыва. И вот как раз вот то, что озвучено было Нурсултаном Абишевичем о развитии образования, и вот как раз в первую очередь необходимо вот эти все средства направить, направлять вот на эти цели. Ну и здесь для меня, в принципе... Большое спасибо. Следующее слово позвольте представить также доктору технических наук, профессору Ибрагиме Туганбаевичу. Пожалуйста. Продолжение следует... 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 Астана, Алматы, Астана, Ахтебе, Атырау, Астырхан, Атырау, солсықылы жоллардың маңызы өте күшті, ол экономикен дамуына да көбәсер етеді. Екінші бір айтагедет мәселе, бұрынғы вақыты бір лозунг болды, коммунизм электрификация все страны деген. Сол кәзі қайтадан ескет сүкіндей. Мысалы, осындай бай мемлекетпіз бәр бір, бірақ енерге менің толқ қамтамасы әлі ойдағы да емес. Сонықты мұна бағдарламадығын жасаған жаңаға екі бастыз өскімен семей, немесе, семей талдырған алматы батыс-шығыс енергесі менің қамтамасыз ету, өте маңызды өте вақытында қойылған мәселе. Себебі экономикадеген біз етенергетика. Бір сала жоқ, завод, фабрика, қалкоз, сапкоз, үшіндеді босы електритекінің қолдам байтын жер. Сонқтан бұл саңағы жеті вақыттың ішінде ең негізі вақыттырды бізептейм. Ол жаңағы энергетикі саласы, және жол мәселесі. Бұл үшіндеді. Бұл үшіндеді. Развитие транспортной инфраструктуры все-таки в первую очередь направлено на развитие экспортного потенциала. Как Вы ожидаете, насколько экспортный потенциал страны увеличится и насколько улучшение логистики и транспортной инфраструктуры скажется на показателях второй пятилетки индустриализации? Например, у меня есть два года, у нас есть три года. Если вы будете участвовать в Ватистом, в экономике, то вы можете обновать 2-3. Это значит, что вы будете участвовать в это время. Я думаю, что это очень важно, чтобы вы продолжаете свою жизнь. Я бы хотел сказать, что при создании магистральных дорог, связывающих Запад Казахстана с Востоком, на несколько суток будет сокращаться перевозка, транспортировка грузов без всяких перевалок и так далее. Соответственно, от потока будет зависеть тогда и экономический эффект, но экономический эффект должен быть очень огромный. И здесь самое главное еще то, что если вот эти пути будут проложены, сделаны вот это, то тогда все грузы из Западной, допустим, Европы выгоднее будет транспортировать через Казахстан, через Россию в Казахстан и в Китай, а дальше уже на эти порты Китая, которые выходят на Китайское и прочее моря. То есть будет тогда очень большая заинтересованность или большая выгода для Казахстана, это вот налоги за счет перемещения вот этих вот транзитных грузов. И, соответственно, еще будет создаваться очень много рабочих мест, не только, допустим, для строительства этих магистралей, но также вы прекрасно знаете, что если современная дорога, современная трасса, то должно, она оборудована, быть соответствующей инфраструктурой. Это по обслуживанию водителей, туристов и так далее. И вот то, что еще, ну, Шултан Абишев ставил задачу, что самое первое, что может много принести поступление в бюджет казахстанский, особенно в связи с наступающим кризисом, это вот как раз развитие туризма. И вот это вот развитие дорог, железнодорожных, авиа, автомобилей, вот как раз оно будет в первую очередь, наверное, направлено, или во вторую очередь направлено не только на перемещение транспортных грузов, но и на развитие туризма. Большое спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Министр сельского хозяйства пообещал, что если его зама осудят, то он подаст в отставку. Как вы считаете, должен ли Мамутпеков подать в отставку, и что бы вы сделали на его месте? Спасибо. Спасибо, Аннар. Отличный вопрос, прям в тему транспортно-логистической системы, именно то, что мы сегодня ожидали. Я думаю, мы на этот вопрос ответим попозже, не будем отходить от заявленной тематики нашего брифинга. После брифинга, пожалуйста, не вопрос. Еще вопросы будут? Регионы? Если вопросов больше нет, на этом мы завершим наш брифинга. Пожалуйста, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Мы были в два года, и мы были в Университете, и мы были в Университете, и мы были в Университете. То, что здесь мой коллега говорил о Университете нашем, я просто хотел бы добавить, что вот как раз у нас на факультете, в Университете введены несколько новых образовательных программ, и как раз они направлены или перекликаются с теми задачами, которые ставил президент Республики. Это еще несколько лет назад, это при принятии закона об энергосбережении Казахстана 2012 года, и вот то, что в 2013 году вышел международный стандарт ИСО 500001, и Казахстан полностью присоединился к этому стандарту. И вот как раз на внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, как раз направлены наши новые образовательные программы, которые мы ввели у нас в институте. И это касается программ энергетический менеджмент и энергоэффективных технологий, это вот впервые такая образовательная программа внедрена у нас в Казахстане. В рамках программы ТЭМПОС, это мы разрабатывали вместе с германскими и австрийскими университетами, и получила одобрение комиссии ЕС, вот эта программа образовательная. И еще программа, которая как раз в духе времени, это энергосбережение и возобновляемые источники энергии. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Вопросов ни у кого так нет. Спасибо. На этом мы тогда завершаем наш брифинг. Ожидаем вас, уважаемые коллеги, на следующем брифинге, который состоится в 12.00. Спасибо. До встречи.